Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь, и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Мы не учили его, то есть Мухаммада, поэзии, и не подобает ему это. Неверующие-то думают, что Коран — это слова поэта? Это не что иное, как напоминание и ясный Коран. И вот когда ты в эти аяты вникаешь, в которых говорится о Судном Дне, как Аллах отнесется к тем, кто прислушался к напоминанию, и к тем, кто нет, ты понимаешь, что ситуация очень серьезная. Это формирует в тебе понимание серьезности происходящего. Во всем Коране ни одной шутки. Это очень серьезная книга, и в ней очень серьезные предупреждения. Аллах говорит, что если вы не прислушаетесь, будут очень серьезные последствия. А если прислушаетесь, получите все, о чем мечтали. Почему Аллах так сурово накажет неверующих? И за что Аллах даст вечный рай тем, кто слушался Его? Я в этом году в Америке был, в Чикаго лекции давал. Три лекции там было. О признаках Судного Дня, вторая о смерти, и о Судном Дне. Нет Бога, кроме Аллаха. Знаете, что мне сказали? Мне сказали, что 9 лет в Америке не выступали с такими лекциями. В Америке им более интересно слушать о том, что сейчас происходит, а о том, что выше небес и под поверхностью земли. Им не интересно. Мол, сейчас же это не происходит. Ты нам говори о том, что сейчас. Если им прочитать эти аяты, которые я вам только что зачитывал, то реакция у них, да как так? Ну это уже перебор. Да это ж какое-то сумасшествие просто. Как такое может быть со мной? Как Бог такое может со мной сделать? То есть они настолько уже от истины отклонились, что вещи, которые Аллах в Коране говорит, для них немыслимы. И когда в Америке издали книги, которые мы выпускаем, наша Академия Сафр, то некоторые были просто в шоке. Мол, как так? А мы что сделали? Мы просто перевели аяты Корана. Это детские книги по исламу. В них в том числе говорится, как Аллах в судный день накажет неверующих. Не только это, но и про вознаграждение тоже. Как Аллах вознаградит тех, кто уверовал в послание. И все это в одной книжке. И когда люди читали описания адских наказаний, читали о смерти, люди были просто в шоке. Глаза мне верили, мол, это истина? Вот помню, учительница одна говорит мне, мол, у нас тут ученики, ученицы спрашивают насчет ваших книг. Дескать, а вот это правда на самом деле, что ли, так будет? Вот то, что в книжке там. Я говорю, ну, там все ссылки с номерами аятов Корана и хадисов. Она говорит, ну это что, на самом деле все так будет? Я ей объяснил. Говорю ей, послушайте, Вот вы же в западном обществе избегаете таких тем. Всячески от них отгораживаетесь. Боитесь детей напугать. Вот иной раз, даже при похоронном намазе, тело завернутое в саван, детям не показывают, чтоб не испугались мертвого. Как бы не испугались мертвого человека. Вот вдумайтесь. Вы же от реальности детей отрываете. Вы с ума сошли? Эти дети что, не умрут никогда? Вот такие порядки в мечетях кое-где. И даже здесь, в Англии, это есть. Здесь у нас тоже это есть. Если после зухр намаза проводят джаназа, похоронный намаз, а там уроки у детей, они ждут, пока дети все выйдут. Идите домой, детки. Идите к родителям. Съешьте леденец. Пусть они купят вам вкусненькое мороженое. Счастливого дня! В итоге дети уходят, и тогда вносят тело в мечеть и читают джаназа намаз через полчаса после зухара. Через полчаса. Почему? Потому что детишки могут испугаться мертвого тела. Вы что, с ума сошли? Дети должны привыкать к виду мертвого тела, потому что эти дети умрут однажды. Для них смерть нереальна. Для них смерть это игра какая-то. Они играют во все эти приставки, и в этих видеоиграх видят смерть. Каждый день, постоянно. Зарезал, застрелил. Для них это игра просто. Типа, эй, я тебя застрелил. Видал, да, как я попал? Я тебя пристрелил. И дети уже не задумываются, что в реальной жизни их ждет смерть. Реальность это не игра. Смерть реальна. Ты умрешь. Я вот этой учительнице и объяснил. То, что вы отучили детей думать о таких вещах, это не значит, что мы должны подстраиваться и как-то по-другому преподносить религию. Я говорю ей, когда в Коране Аллах говорит об адском огне, Аллах говорит и о рае. И когда Аллах говорит о рае, Он говорит и об адском огне. Почему Аллах так делает? Потому что Аллах преподносит нам реальность сбалансированно. Чтоб мы знали и о том, и о том, нельзя говорить только о рае или только об аде. Это будет перекос. И то же самое, если говорить только об огне и не говорить о рае. Надо говорить и о том, и об этом сбалансированно. И в Коране десятки, десятки и десятки мест, где Аллах рай и ад упоминает вместе, друг за другом. Причем, безо всяких смягчений, говорит как есть. Вот, например, в одном аяте Корана, и это у нас в книжках тоже, который мы для детей издаем. Сура женщины. Каждый раз, когда их кожа будет сгорать в адском огне, мы будем восстанавливать их кожу, чтобы они могли снова вкусить наказание. Сура четвертая, аят 56. Это про ад. И сразу же в следующих аятах, а те, которые уверовали и творили добро, мы введем их в рай. Там будут течь реки, прямо под ними. Они останутся там навеки вечны. Там для них будут супруги, очищенные. и мы введем их в густую тень. Видите? Есть баланс. Нельзя допускать перекос в одну из сторон. И вот это положение дел в обществе. Причисто, Аллах, меня пугает. Если мы перестанем говорить об этих вещах так, как Аллах в Коране об этом говорит, это не повлияет на разум с должной силой. Вот каким образом мы можем обрести такую веру, которая будет менять наше поведение. Единственный способ проникаться такими аятами. Слушать такие аяты, читать такие аяты, осознавать смысл этих аятов в том виде, в котором Аллах эти аяты не спасал. Причисто, Аллах, хвала Аллаху, никто не может исказить Коран. Знаете, что бы было с Кораном, если бы люди могли исказить его смыслы? Конечно, его бы давно уже исказили, если бы это было возможно, если бы Аллах Коран не защищал от искажения. Но вот именно сегодня если бы люди могли изменить Коран. Оттуда бы уже стерли все аяты про адский огонь. Все аяты про наказание удалили бы. Оставили бы только аяты про райские наслаждения, про вознаграждение. Или аяты про адское наказание урезали бы. Очень смягчили бы. Цензурировали. Типа, ну, если ты сделаешь что-то плохое, может быть, Аллах тебя накажет. Может быть, может быть, Аллах тебя накажет в вечной жизни. Но так вот, возвращаясь к нашему вопросу, как вы думаете, почему Аллах так жестко накажет тех, кто не уверовал? И за что такая огромная награда верующим? За что? Потому что человек так устроен, что если человек нарушил какой-то закон Аллаха, то второй нарушит легче. Если второй нарушил, третий нарушит еще легче. Вот, например, человек, который украл что-нибудь мелкое, карандаш, например. Если он не чувствует наказание, завтра может украсть целый пенал или кошелек. Тот, кто украл кошелек, может украсть что подороже, драгоценности, например. После этого может и банк ограбить. А если не чувствует наказание, может и убить. А если раз безнаказанно убил, то может убивать снова и снова. А если в сердце не остается сожаления за убийство, человек может целые народы убивать. Такова природа человека. И это касается всех. У любого из вас такая природа. А то мы сидим такие, маша-аллах, цивилизованные люди в мечети. Но забери у нас еду, вот тогда видно будет. Кто есть кто. Сейчас ваши желудки полны еды. Маша-аллах, аль-хамду-ли-лях. Холодильники полны. Если холодильники опустеют и магазины опустеют, вот тогда видно будет, кто превратится в людоедов и животных. Убери законы, убери полицию, убери суды, и видно будет, кто есть кто. Вот я думаю, половина всех этих цивилизованных граждан за день превратится в животных. Случаи были в Америке, в Макдональдсе свет выключили, перебои с электричеством минут на 20. И за эти 20 минут люди кого-то грабили, курицу воровали, драка началась, только выключился свет. Цивилизованные граждане превратились в животных. Вот в такие моменты и понятно, кто есть кто. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.